Продолжение следует... Я говорю, сосновый бур, сосновый бур, ответь мне, это город или нет? Потому что это город очень необычный. Город, построенный на естественном ландшафте. Когда его строили, вот не уничтожили вот этот естественный ландшафт. А естественный ландшафт таков. Тут не только очень много сосен, но ещё вот когда-то там давным-давно-давно был ледниковый период. И здесь... Короче, он весь холмистый. То есть что не присуще нашей местности ленинградской. Она обычно... Посёлки и города обычно такие, как блин, ровные. А здесь вот всё на таких горочках, холмах. Очень интересно, поэтому везде всякие ступенечки, мостики. Парк называется Белые пески. Вот кормушки везде висят. Белые пески. Потому что тут природный белый песок, кварцевый. Тут якобы какой-то природный кратер. Короче, гулять вот по самим этим пескам. Они тут вот в центре парка. Сейчас это всё в снегу. Даже не рекомендуют ходить по нему. Потому что может затянуть вот в воронку. Ну, там есть научные какие-то объяснения всему этому явлению. Что это за песок, откуда он, какой тут был метеорит. Это всё надо почитать. Я вообще плохо в этом разбираюсь. Мы просто сейчас чуть-чуть прогуляемся по парку. В парке всегда много белок. Птиц пока вот я не вижу. Город построен где-то... Он строился в 70-е. Построен примерно в статус 72-го года. Это был самый молодой город в Ленинградской области. Построен он был для энергетиков, для атомщиков, которые работали на атомной станции. Атомная станция, которая обслуживает у нас весь северо-запад страны. Вот такие у нас красивые сосны. И вот если вы внимательно посмотрите, то вот там просвечивают уже дома. И этот парк, он не единственный в городе. Их очень много. Есть Приморский парк, вообще очень много скверов. И даже достаточно выйти просто за порог своего дома многоэтажного. И ты оказываешься в природном таком ландшафте. Этот город, когда его строили, один из первых кварталов был удостоен государственной премии. Это была очень большая тогда заслуга. Он строился с учетом на будущее, с учетом того, что люди будут жить при коммунизме. Вот такое коммунистическое завтра уже было в конце 70-х в социализме. Ну, вот так история распорядилась по-другому. Но мы очень благодарны тем людям, тем строителям, которые построили такой замечательный город. Это город для нас. В город, в котором люди будут счастливы, где не будет ни криминала, ни ничего плохого. Планировалось так. И, в общем-то, многие вещи я вам постараюсь показать. Ну, что, когда-то он был закрытый. Приезжали сюда только по пропускам. Сейчас город открыт. Правда, для этого нужно иметь регистрацию в Российской Федерации, чтобы ты не был иностранцем. Но иностранные рабочие тут работают. Вероятно, им дают это разрешение. Иностранные, я имею в виду, из наших бывших союзных республик. Правда, не так уж их много. На протяжении всей тропинки висят вот такие красивые кормушки для птиц. Вот везде висят. Вот видите, я вот вижу лыжню. Значит, уже можно прокатиться. Но по погоде вполне можно. Вот кругом-кругом лыжня. Сегодня ночью мне приснилось, что я покупаю лыжи и начинаю кататься в своём парке на лыжах. Дело в том, что я не знаю, сколько они сейчас стоят. Но почему-то мне очень захотелось этого. У нас давно не было такой зимы. У меня есть какие-то проблемы с движением. Одна нога оперированная. Но я думаю, что по плоской местности, без горок, я легко покатаюсь. А то всё, я хожу, хожу с палками в руках. Палки есть, а лыж нет. Нужно как-то приобретать лыжи. Вот мы вышли на такой пятачок, такую площадку круглую. Там вот какая-то сцена для выступлений, арена. И вот так вот кругом скамейки. Ну, несмотря на то, что погода у нас хорошая, пасмурно, нет солнышка, а температура 7 градусов. Поэтому довольно-то так вот не очень комфортно. Солнышком было бы лучше. Будем ждать. Ещё один, ну, я даже не знаю, это, по-моему, скворечник. Но этот домик, это просто произведение искусства. Такие вот стилизованные дровишки у входа. Город расположен на побережье Финского залива. Здесь очень много пляжей. Дорога на пирс, дорога к заливу очень красивая. Погуляем, погуляем. Сосновый Бур – это один из самых красивых, самых благоустроенных городов России в количестве до 100 тысяч человек в малых городах. Население, население города, ну, что-то порядка 80 тысяч человек. Где-то, по-моему, так. Ну, вот для меня это не один из самых красивых и благоустроенных, а самый, самый любимый город из маленьких таких вот городов. Не надо сравнивать его там с Санкт-Петербургом, еще с чем-то, с миллионниками. Он вот хорош тем, что вот он такой. Я уже вышла из парка, и вот это самый центр города. Я нахожусь на таком оживленном перекрестке, перекрестке четырех дорог. Вот. Справа – это торговый комплекс «Галактика». Справа, слева, смотря, как судить. С другой стороны – дом культуры. Вот жилые дома. И вот посмотрите, какие кучи снега у нас. Дорогу убирали, и вот такие огромные кучи снега. А это вот такое придорожное кафе «Три перца». И вот посмотрите, какие в городе у нас умные остановки. Они так и называются – умные остановки. Вот вверху указаны все рейсы ближайшие. И дальше идет бегущая строка. Остановка называется «Дом культуры строитель». Вот, значит, идет автобус «Пятый», «Третий», «Четыре А», «АТП». Это вот откуда он идет, от АТП. Ну вот уже солнце пробивается сквозь наши сосны. Так как мне не удалось сегодня показать вам живых белок в парке, я вам покажу скульптурную композицию. Вот белочка грызет орешки, и вот вторая прыгает. Вот сейчас они припорожены снегом. Вот такая малая скульптура. У нас в городе очень-очень много скульптуры городской. Так, вот здесь вот в летнее время фонтан. А сейчас вот девочка стоит тут на куче камней. Да, это еще одна особенность северо-запада. Вот у нас кругом такие огромные камни, валуны. Они так и лежат в городе. Они как бы являются таким естественным украшением. То есть вот такой природный ландшафт. Сегодня в парке «Белые пески». Мы с вами вернемся еще вечером. Посмотрим, какая там красивая подсветка. Вот, друзья мои, вечер. Я с вами прощаюсь. Смотрите, какая у нас красивая подсветка. Лес у нас просто сказочный. Весь подсвечен. Ну вот, друзья мои, я с вами прощаюсь. С вами был канал «Жизнь в соснах». И я, Тинсин Светлана. До новых встреч. Пока, пока, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова